Что будет в новом эпизоде? Начнется ли снова любовь Серкона и Эды? Поженится ли Серкона и Эда? Будет ли Черри довольна своей новой жизнью? Все и многое другое сейчас в нашем видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Серкона и Эда поженились, не забудьте поделиться нашим видео. Серкона и Эда продолжают делиться друг с другом своим прошлым опытом. Когда она рассказала матери Кираза о секретной комнате, она нашла комнату Эды и посмотрела. Таким образом, это позволило Эде узнать гораздо больше из прошлого в настоящем. Особенно после того, как Серкон подарил Эде подарки на день рождения, Серкон сделал Эде жест в честь дня рождения. И это очень не обрадовало Эду. Затем он мило поцеловал Серкона. Хотя все шло хорошо, все осложнилось из-за дела Эдена и Айфера об опеке. Однако на этот раз судья решил, что Серкан и Эда должны жить в одном доме. Это заставит Серкона и Эду приблизиться. Несмотря на то, что они спорят и разговаривают друг с другом при любой возможности, они оба безумно любят друг друга. Тем более, что Серкан уже выражает свою любовь при каждом удобном случае. Однако Эда не пропускает Серкану паз из-за того, что произошло в прошлом. Однако пребывание в одном доме смягчит отношение Эды к Серкану. Ведь она тоже хочет, чтобы дочь была с отцом. В любом случае наибольшая доля в их слиянии будет принадлежать Киразу. Потому что все в первую очередь для Черри. Благодаря времени, которое они проводят вместе, они многое сделают для того, чтобы стать настоящей семьей. Этот процесс поможет им сделать шаг навстречу браку. Однако пока мы не сможем увидеть свадебное событие. У нас еще есть шесть серий, чтобы закончить наш сериал. И, вероятно, свадьба будет впереди нас с финальной серией. Особенно Серкан будет очень доволен процессом пребывания дома. Похоже, ему понравилась тема пребывания в одном доме с Эдой. Теперь он сможет проводить больше времени с Киразом. Однако, несмотря на то, что Кираз покидает свое прежнее окружение и начинает жить с родителями, Бурак, Мело и Айфер не оставят ее в покое. Серкан особенно терпеть не может, что Кираз проводит время с Бураком. Однако, поскольку Бурак до сих пор с Киразом, Кираз очень к нему привязан. Конечно, Серкан очень понравился и Киразу. Наличие общих точек и лучшее понимание с Серканом Кираза ускорит привыкание Кираза к Серкану. Кираз и Серкан будут намного лучше ладить, потому что они всегда будут проводить время вместе, оставаясь в одном доме. Киразу особенно понравится, если Эда и Серкан будут вместе. В следующий период, благодаря семейной атмосфере, и Серкан, и Кираз прекрасно проведут время с Эдой. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Серкан рассказал Киразу все, что произошло. Теперь Эда хочет, чтобы Кираз и Серкан проводили время вместе. Но тем временем он наблюдает за ними смело. Когда Серкан говорит Киразу, что русалки не настоящие, он начинает плакать. Вот почему Серкан пытается получить информацию от Энгина. Но толку от этого не будет. Серкан также останавливает слезы Кираза, говоря другие вещи, чтобы успокоить Кираза. Пока Эда следует за Серканом, он ревнует к эксперту, который приходит в дом. После этого он очень сердится на Серкана из-за этого. Однако он очень доволен этой ситуацией. Серкан тоже смеется над этим и объясняет инцидент. Узнав правду, Эда очень обрадовалась. Вечером Эда интересуется секретной комнатой Серкану. И когда он входит, то очень удивляется увиденному. Потому что Серкан скрыл все об Эде. Когда он спрашивает, что в коробках, он получает ответ, что у него есть подарки на прошлые дни рождения. И они отмечают день рождения Эды, чтобы открыть все ее подарки. Открыв подарки, он благодарит Серкана и целует его. Позже Эда и Серкан спали вместе на диване. На следующий день, после того, как Кираз просыпается, она также будет Эду и Серкану. После этого Эда слышит, как Айдан говорит об опеке. Он очень сердится на Айдана, и в этот момент приходит Эда. Эда также сердится на Серкана из-за опеки. Однако Серкан обещает Эде, что не будет возбуждать дело об опеке. Госпожа Айда настойчиво намерена подать заявление об опеке. После этого Эда с дочерью возвращаются домой. В разговоре с Айфер и Мило Айфер говорит, что Айдану будет неудобно с Киразом. Эду передает ситуацию по делу об опеке. Вот почему Айфер и Мило решают собрать все плохие события про Эдана и Серкана, чтобы этого не допустить. Пока Серкан утром собирает работу по дому, приходит мисс Денис. Пина же устраивала фальшивые встречи, чтобы спасти Серкана от Денис Ханым. Серкан же хочет быть с Киразом днем. Однако этот день – день рыбалки Бурака и Кираза. Серкан купил рыбные припасы для Энгина. И пока Бурак и Кираз ловит рыбу, к ним приходит Серкан со своим рыболовным снаряжением. На самом деле Серкан никогда не ловил рыбу. Вот почему он начинает ловить рыбу с Киразом, получая инструкции от Энгина по телефону. Однако он просто не может. Когда он не может, Эда пытается немного ему помочь. Наконец, он ловит очень большую рыбу, но не успевает поймать рыбу. Тем временем все феи Айда наблюдают за ними. В то же время за ними наблюдают милой Афер. Однако обе группы не могут принять счастье Айды и Серкану. Между тем, Энгин не смог найти ничего, связанного с работой. Он говорит Пирилу, что согласен с тем, что не может выполнять эту работу. Точно так же Пирилда обнимает друг друга, говоря, что у нее не очень получается материнство. После рыбалки Серкан ведет Эду и Кираза в красивое место на пляже. Там, вместе глядя на звезды, Серкан рассказывает историю об Аполлоне, которую Эда рассказывала ранее. Серкан мало рассказывает, мало рассказывает Эда. Однако он кончает так, как хочет. В конце ночи начинается звездный дождь, и они с удовольствием смотрят. Когда дело касается опеки, они сходятся в одно. Эда и Айдан поговорили, чтобы рассказать о событиях. Серкан поговорит с Айфер. На следующее утро Эда и Айдан начинают разговаривать. Айдан считает, что Эда покинула Серкан. Хотя Эда хочет рассказать, Айдан не хочет слушать. Однако, в то время как Эда говорит, что они должны оставить то, что произошло, и работать на счастье Кираза, Кема Эльбе идет с материалами дела в руке. Эда берет файл и очень на него злится. Между тем, пока Серкан делает те же объяснения Айферу, на этот раз Серкан находит то, что приготовил Айфер. Серкан злится и уходит оттуда. Когда они оба встречаются, они сразу же начинают злиться друг на друга из-за этих файлов. В обоих файлах говорится о том, что друг друга сделали неправильно. И они начинают злиться друг на друга. Наконец, они бросают вызовы друг другу и передают дело в суд. Пока Эрдин беседует в суде, Айдан и Айфер начинают спорить. После них все начинают спорить друг с другом. В конце концов, судья убирает всех, кроме Эды и Серкана. В конце концов, Кираз решил, что Эды и Серкан останутся вместе в одном доме. Не забудьте лайкнуть наше видео для тех, кто любит сериал Сенчаль Капми никогда не хочет, чтобы оно вышло в финал. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.